Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. А слава лето, дорогие чрезвычки, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И сегодня в программе мы решили поднять вопрос касательно ревматологических заболеваний, которые в последние годы набирают обороты, поселяются в нас, начинают пожирать нас изнутри и качают свои права. А как защититься от них, расскажут высококвалифицированные специалисты НИИ кардиологии и внутренних болезней. Хотите узнать все подробности? Тогда не переключайтесь, будьте с нами. Пациенты с ревматологическими заболеваниями лечатся во втором терапевтическом стационарном отделении. Научно-исследовательский институт работает не только в направлении кардиохирургической службы, но и при ревматологических заболеваниях оказывает помощь населению нашей страны. Высококвалифицированные специалисты бдительно следят за течением болезни. Также стоит отметить, что в институте обучения и практику проходят резиденты и на живых примерах видят и понимают, насколько актуальна проблема, связанная с ревматологическими заболеваниями. Эта группа заболеваний имеет много названий. Их называют ревматические, ревматологические, системные заболевания, аутоиммунные, коллагенозы. Это все относится к одной большой группе заболеваний. Но по международной классификации, по медицинской статистике, эти заболевания официально называются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Что подчеркивает их характер основной поражения? Это поражение суставов, которыми проявляются все заболевания. И кроме поражения суставов, все эти болезни сопровождаются еще системными проявлениями или полиорганной патологией. Полиорганность подразумевает собой многообразие проявлений этих болезней. Это системное заболевание поражает весь наш организм, не только суставы, но и внутренние органы. Например, если это только заболевания порно-двигательного аппарата, там поражаются преимущественно только суставы, позвоночник. И первые признаки начинаются с поражения суставов. Если это системные заболевания, к которым относятся системная красная волчанка, системная склеродермия, дермата, полимиазит, системные воскулиты, то там на первый план выходят поражения внутренних органов, поражения легких, поражения глаз, воспаляются уши, идет поражение верхних дыхательных путей, поражение легких, поражение сердца, поражение почек, поражение желудочно-кишечного тракта. Очень часто поражается кожа, поражаются ногти, поражаются волосы. И поэтому наш осмотр пациента, так и называется, осмотр с головы до пят. За последние 30 лет произошел большой прогресс в изучении этих болезней, но на сегодняшний день причина возникновения так и не выявлена. И в этом наше слабое звено. Все ученые мира стараются выявить причину, но пока причину найти не могут, и поэтому пока мы говорим только о предрасположенности, генетической предрасположенности. То есть наличие в организме определенных генов уже это доказано, это иммуногенетика, доказано, что определенные гены предрасполагают к возникновению нашей болезни, провоцируют наши болезни. А провоцирующими или триггерными факторами являются все те же самые факторы, которые влияют на появление всех других заболеваний. Это инфекции, вирусные инфекции, бактериальные инфекции, стрептококковые, частые ангины, это курение, это образ жизни, это вредные привычки, особенно курение. Потому что раньше говорили, что курение это как фактор риска, как предрасполагающий фактор, но в последние годы уже окончательно доказано, что курение вызывает ревматоидный артрит. Можно выделить три патологии в большой группе ревматических заболеваний, которые часто встречаются. Это ревматоидный артрит, остеоартроз, ну и подагра. Они все сопровождаются поражением суставов, крупных, мелких, но каждое заболевание имеет свои особенности. Особенности заключаются в характере поражения суставов, в локализации суставов, в течении заболеваний, клинической картиной. И поэтому мы можем сейчас коснуться каждого заболевания, и я могу рассказать особенности каждого заболевания. Вот из всей этой группы наиболее частым является остеоартроз. Остеоартроз и вот надо еще сказать, что предрасполагающими факторами, потому что опять мы говорим, что причина неясна этих заболеваний. То есть даже между собой они имеют разные провоцирующие факторы и разный патогенез, то есть разный процесс течения заболевания, который лежит в основе. Если рассмотреть остеоартроз и подагру, здесь больше проблемы метаболического характера, связанные с нашим обменом веществ. Микротравмы суставов, присутствуют и крупные травмы суставов, посттравматические поражения. Операции на суставах, они все приводят к развитию остеоартроза. В основе остеоартроза лежит дегенерация хряща. Подагра – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется нарушением пуринового обмена в организме человека, отложением солей, мочевой кислоты в тканях, повышенным содержанием мочевой кислоты в крови и рецидивирующим воспалением суставов, то есть артеритом. Поговаривают, что подагра и издревле была присуща королям и вообще людям, которые в избыточном количестве употребляют красное мясо. Когда повышенное употребление идет красного мяса, мясо, рыба, фасоль, чечевица, кофе, крепкий чай, в основном это мясо, копчености. То есть эти продукты, кто в повышенном содержании употребляют, у тех пациентов возникает это заболевание. Уверяю вас, друзья, проблем с диагностикой не возникнет, так как вы можете пройти рентгенологическое исследование, компьютерную томографию. То есть у нас с вами имеются все инструменты под рукой. Главное – вовремя пройти обследование. Проблема еще заключается в поздней диагностике и в позднем начале лечения. Потому что если диагностировали заболевание наше, то чем раньше начать его лечить, тем прогноз благоприятнее. Тем можно сохранить, тем больше шансов на сохранение сустава и на сохранение функции суставов. Поэтому если вы почувствовали хруст, сопровождающийся болью, не говоря уже о том, что боли появляются в ночное время, тогда нужно идти к специалисту-ревматологу, который могут вести прием в поликлинике на бесплатной основе. Кроме этого есть ревматологический центр. Какими подагра обладает признаками и симптомами? Характеризуется поражением суставов первого большого пальца стопы, реже голеностопные и коленные суставы. То есть клинически это если у пациента появляется резкая боль в суставе, в основном это первый большой палец стопы, но могут быть и голеностопные и коленные суставы. Это резкая боль, отечность, выраженный отек сустава и покраснение над ним кожи. То есть вот эти все симптомы, там появляется такая резкая боль, что приводит к неподвижности. Пациенту трудно наступать на ногу. А резко появляется? Боль появляется резко, приступообразно. Подагрин, есть такое понятие приступы подагры. То есть это не хроническое течение, а хроническое рецидивирующее течение, у которого есть обострение в виде приступов подагры, которые длятся от 3 до 7 дней. Каждое из этих вышеперечисленных ревматологических заболеваний, включая ревматоидный артрит, по своей природе происхождения очень коварны и ведут к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидизации. Мы сейчас в ревматологическом отделении НИИ находимся перед процедурным кабинетом. Расскажите поподробнее о пациентах, которые здесь у вас лежат. Научно-исследовательский институт кардиологии внутренних болезней является головным республиканским учреждением по оказанию специализированной, высоко специализированной помощи ревматологическим пациентам. Сюда приезжают пациенты со всей республики, со всех городов, с неясными диагнозами, тяжелые пациенты, со всеми заболеваниями, и суставов, с тяжелым течением ревматоидного артрита, системной красной волчанкой, с терматомиазитом, женщины, которые ждут детей. Мы уточняем диагнозы и применяем самые современные методы диагностики и лечения, которые соответствуют всем международным стандартам, мировым оказания медицинской квалифицированной помощи. А вот сейчас мы что увидим? Сейчас мы увидим манипуляцию проведения внутрисуставных инъекций пациенту с тяжелым течением ревматоидного артрита в сочетании с подагрой. Давайте пройдем, да? Мы вводим противовоспалительный препарат непосредственно в полость сустава, квалифицированный медицинским персоналом, нашим ревматологом в процедурном кабинете, соблюдение всех асептических условий. Показания для проведения внутрисуставной инъекции – это выраженное воспаление суставов, как мы говорим, сенавиид. То есть мы вводим противовоспалительный препарат на гормональной основе, который оказывает очень быстрое действие в течение суток и облегчает страдания пациента. А с какого времени вы начали применять именно этот метод? Этот метод в течение последних 20 лет, но он известен уже давно. В полость сустава вводят различные препараты, и местное введение противовоспалительных препаратов в полость сустава, оно применяется давно. Меняются качества этих препаратов, кратность препаратов, потому что введение гормонов в сустав для снятия воспаления, когда не было еще современных методов лечения, вводили давно. И первый препарат, который был введен, кортизон в полость сустава, первая инъекция внутрисуставная была еще проведена в 19 веке. Но сейчас усовершенствуется методика введения, и сейчас препараты, которые мы вводим, нужно вводить не раз в неделю, а достаточно их ввести один раз в 3-4 месяца, а может быть даже реже, для того, чтобы быстро снять воспаление в суставе и продолжить терапию лазисными препаратами. Сейчас мы увидели манипуляцию. Следующая какая будет манипуляция? Одним из методов лечения ревматоидного артрита и системных заболеваний является применение геноинженерной биологической терапии. Это инновационная терапия препаратами, которые оказывают быстрый лечебный эффект на фоне применения стандартных методов лечения. И в институте кардиологии широко применяются эти методы. Методы введения могут быть инфузионные в виде капельниц и могут быть в виде подкожных инъекций, инжекторами. И сейчас мы покажем вам эту инъекцию, которую мы проводим, и доктор продемонстрирует введение препарата големума пациенту с ревматоидным артритом. А можно посмотреть на эту ручку, чтобы, ну вот, скажем, да? Так выглядит эта ручка, да. Это инновационный препарат, которым пациентам дают по государственному объему бесплатной медицинской помощи в поликлиниках при неэффективности или недостаточной эффективности наших стандартных методов лечения. Как мы знаем, друзья, соблюдение профилактических мероприятий является неотъемлемой частью при любом заболевании, связанном с нашим здоровьем. Проблема еще заключается в поздней диагностике и в позднем начале лечения. Потому что если диагностировали заболевание наше, то чем раньше начать его лечить, тем прогноз благоприятнее. Тем можно сохранить, тем больше шансов на сохранение сустава и на сохранение функции суставов. Поэтому если вы почувствовали хруст, сопровождающийся болью, не говоря уже о том, что боли появляются в ночное время, тогда нужно идти к специалисту-ревматологу, который могут вести прием в поликлинике на бесплатной основе. Кроме этого есть ревматологический центр. В профилактику подагры входит также правильное питание, снижение веса, здоровый образ жизни, активный образ жизни и достаточное количество питья воды. Жизнь у нас одна, друзья. Вопрос заключается в том, как мы используем дарованные Всевышним жизненные ресурсы. С какими бы мы заболеваниями не сталкивались, поверьте, это не приговор. Приговор – это когда температура тела достигает ниже 20 градусов. И поэтому не стоит впадать в депрессию, стрессовать в лишней расе, в каких бы мы жизненных обстоятельствах ни были. Ведь после тягот наступают дни благоденствия. И когда мы заболеваем, лучшим лекарством для нас являются позитивные мысли и положительные эмоции. И на этой позитивной нотке я прощаюсь с вами. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин